Всем привет, меня зовут Артём, и вы смотрите Cut the Crap TV. Спасибо всем тем, кто смотрел мой предыдущий стрим, несмотря на ужаснейшие лаги. Судя по предположениям, меня дудосили. Да нет, на самом деле не было никакой атаки, просто у меня очень слабый Wi-Fi, и в общем, следующий стрим я устрою с прямым подключением, но не сегодня, потому что мне не приехала плата видеозахвата. Ну, раз уж я уже настроился, предлагаю вам познакомиться с новым форматом моих видосов, если он зайдёт. В этом видео вы узнаете, что же нового и интересного нам показали в начале 2018 года, так что не переключайтесь. Ну, во-первых, стоит сразу заметить, что на первой неделе января на моём канале вышла теория о сноуке, которая не всеми вами была тепло принята. Но я не расстраиваюсь, так как тоже считаю, что у диснеевских сценаристов планы куда проще. Скорее всего, они решат идти по протоптанной тропе и показать нам самое что ни на есть по диснеевски счастливое завершение этой космооперы, соединив любовными узами две стороны силы – Кайло и Рэй. И вообще, получается, что идея баланса, о которой мы так долго говорим, и пророчество об избранном, способном этот самый баланс установить, возможно, изначально были истолкованы немного неправильно. Возможно, избранный – это ребёнок, появившийся от Союза, тёмной стороны и светлый. Грубо говоря, ситх и джедай должны полюбить друг друга и плод их любви, и будет избранным, который станет сбалансированным форс-ьюзером, окончившим противостояние двух сторон. Да, эта теория любовной связи, которую фанаты назвали Рэйлом, уже неоднократно озвучивалась в Ютубе. Однако на этот счёт у меня есть своя гипотеза, которая укладывается в рамки знакомых фильмов, и, исходя из такого любовного и диснеевского контекста, позволяет пересмотреть некоторые детали и пролить свет на кое-что, о чём я не хочу вам спойлить. Попробую дописать эту теорию и выпустить уже через пару-тройку дней. Ну а если не допишу, то обязательно поговорим о ней на стриме. И, кстати, теория Сноуки – это логическое продолжение эпизода «Неужели Сноук – первый джедай?», так что считайте, что это сиквел. Ну, если же я доделаю ролик об этой новой теории баланса, то считайте, что у меня будет своя трилогия. Ну, ладно, давайте дальше. В сети появился первый кадр из ожидаемого мной фильма «Веном» с Томом Харди. На прошлом стриме неоднократно появлялся вопрос об этом фильме, и я рассказал вам, что «Веном» вообще-то был моим любимым персонажем с детства, вместе с «Человеком-пауком». Так что я с нетерпением жду каждую крупицу информации об этом фильме, особенно учитывая, что роль Эдди Брока досталась талантливейшему Тому, подарившему нам шикарного Бэйна из Нолановского «Возвращение темного рыцаря». Ты думаешь, ты главный? Кстати, если вы вдруг не знали или забыли, так как я об этом говорил, наверное, в одном из самых первых моих видосов, я совершенно случайно однажды в 2011 году попал на съемки «Возвращение темного рыцаря» в Лос-Анджелесе. Я ездил туда в 2011 году и, прогуливаясь по Даунтауну, увидел огромный грузовик, который перевозил ядерную боеголовку. В общем, первый кадр, несмотря на простоту, оказался довольно значимым, так как на нем можно было разглядеть название корпорации Life Foundation, или же «Основа жизни». А это может пролить свет на сюжет картины, так как в комиксах эта организация проводила эксперименты на Веноме, попытки создать сверхлюдей. К слову, у них это получилось, и из Венома были созданы еще пять симбиотов, так что шансы увидеть их в фильме, ну или хотя бы их камео, очень велики. Еще один симбиот, ужасный хладнокровный карнаж, судя по слухам, станет главным злодеем картины. Примечательно также то, что этот фильм, хоть и не войдет во всеми любимую киновселенную Марвел, однако станет ее дополнением, так как, судя по словам Эми Паскаль, бывшего председателя правления Sony Pictures, Веном открывает новую киновселенную Марвел от Sony, в которой будет находиться знакомый нам Человек-паук из киновселенной Марвел. Таким образом, Паук станет своеобразным связующим звеном между двумя киновселенными, своеобразным мостом. Судя по слухам, трейлер Венома уже посетит наши экраны совсем скоро, так что готовьтесь. Ножницы я уже точу. Также в начале января закончились съемки Четвертых Мстителей, и по случаю этого события братья Руссо выложили в сеть фотографию праздничного торта, который так и просит свежую порцию SPGS, и в этом я себе не люблю отказывать. Да и зная любовь Марвел к всевозможным намекам и подсказкам, я уверен, что тут точно что-то зарыто. Если обратить внимание на торт, то можно заметить, что он состоит из нескольких этажей, на каждом из которых расположены интересные детали. Во-первых, сама фактура торта говорит о космосе. Именно оттуда обычно и грядет вселенское зло. Мы видим, что из торта виднеются четыре руки. Черной вдовы, Вижена, Черной пантеры, судя по когтям, и Халка. С другого ракурса отчетливо видно, что это рука зеленого гиганта. Руки держат еще один слой, на котором стоит главный антагонист киновселенной Марвел – Танос. С двумя камнями бесконечности в руках, камнем пространства и камнем времени. Остальные камни лежат на других ярусах. На нижнем мы видим камень разума и силы, ну а перед тортом лежит непоказанный ранее камень души. Кстати, Марвел также выпустили промо двух камней. Пока что только двух, скорее всего они будут снабжать нас ими до выхода Войны бесконечности. Также на нижнем ярусе мы видим значки, которые совершенно точно обозначают всех супергероев киновселенной Марвел. И кажется, Марвел хочет что-то этим сказать, ведь судя по тому, что слою торта 2, это скорее всего два фильма, которые снимали братья Руссо. Две разделенные части Войны бесконечности. Судя по заявлениям Кевина Файги, третья фаза окончит КВМ, в привычном нам виде. И следующие фильмы Марвел Студиус не будут входить в четвертую фазу. Это будет полный перезапуск, так что на верхнем слое, кажется, мы видим окончание всей киновселенной. Руки, изображенные на торте, символично удерживая второй фильм, это те, кто погибнет в первом фильме. И скорее всего, они ценой своей жизни приведут Мстителей к победе. Вижен был в Эдинбурге, когда на него напали генералы Таноса, Проксима Полуночная и Курвус Глейв. Вероятно, он погиб, и Танос заполучил Камень Разума. Именно поэтому камень находится на первом слое, и мы видим руку Вижена. Остальные герои, чьи руки изображены на торте, участвовали в сражении за Ваканду. Сражение за Ваканду, вероятно, будет нарушено перевесом сил Таноса, и Ваканда падет, забрав множество жизней, в числе которых может быть Бэнер, Наташа и Т'Чалла. Может быть, именно разрушенную Ваканду мы и видели в сценах трейлера, позади Старка. Камень Силы также присутствовал у Таноса в трейлере. Возможно, этот камень Танос получит первым, напав на Ксандр. Ну а Камень Пространства, Времени Реальности он сумеет забрать в Четвертых Мстителях. Да, нам показывали сцену, в которой Танос вдевает Камень Пространства в Перчатку, и кажется, что это Локи отдал ему Тессеракт. Но не исключено, что он лишится этого камня в сражении, и сможет снова завладеть им уже в четвертом фильме. Ну а Камень Души, дабы уберечь нас от спойлеров, специально положили рядом с Тортом, чтобы мы уж точно не могли понять, доберется ли Танос до него. Ну, судя по тому, что Марвел просто обязан показать зрителям, что произойдет, когда в Перчатку Бесконечности вдеть все камни, Таносу придется это сделать и воспользоваться ей, и уничтожить всю известную нам вселенную. Как раз это событие и станет идеальным перезапуском киновселенной, с недавно приобретенными персонажами Людей Икс и другими героями Марвел. Ну а судя по слитым кадрам со съемок, которые уже достаточно давно гуляют по сети, Мстители вернутся в прошлое. Скорее всего, мы действительно будем свидетелями возвращения в прошлое, причем без помощи Камня Времени. Человек-муравей уже однажды сумел выйти за пределы нашей вселенной и зайти в квантовое измерение. Нам неспроста показали такую возможность его костюма. Квантовая физика, как вы можете знать, ведет себя довольно странно, сводя все существование к набору вероятностей. Так что, скорее всего, Человек-муравей сумеет войти в квантовый мир и пережить уничтожение вселенной Таносом. Он вернется в прошлое и изменит ход истории, создав еще один шанс на спасение вселенной. Но это все СПГС. Все может быть совсем иначе. И ваши версии я бы с удовольствием почитал, так что пишите в комментариях. Ну, можете писать в комментариях в Ютубе, ВКонтакте, в чате, в Телеграме. У нас, кстати, есть новый чат в Телеграме, в котором общается сейчас около 600... Сколько там? 600... 20 человек. В общем, флуда там нет, там есть бот, который за всем следит. Нейросейте. В общем, заходите в Телеграм, как да чат. А вот грядущий фильм в киновселенной Марвел, Черная Пантера, поставил рекорд по скорости бронирования билетов. В США местные сеансы в день премьеры уже не осталось. Ну, а в России все не так, так что не переживайте. Фильм также обзавелся новым ТВ-спотом. Я не буду делать разбор ТВ-спота, так как я уже делал разборы двух трейлеров. Можете по ссылке в описании их посмотреть. Да и новых деталей в ТВ-споте почти не было. Шуря отвесила поклон своему брату, шутливо назвав его «Мой Король». И позади нее можно было увидеть, что этот предмет, похожий на растение, скорее всего, голографическая проекция вибраниумовой кристаллической решетки. И именно тут Шуря вместе со своими помощниками разрабатывает свои технологии. Мы услышали, что Акоя обрадовалась, увидев Течалу живым и здоровым. Очевидно, перед этим случился внезапный поворот, в котором Король был на волоске от смерти. Ну и Улис Клоу показал свою звуковую пушку в действии. Еще раз. А, да, чуть не забыл. Нам показали, как Зури надевает на Течалу маску пантеры для церемониального сражения в водопаде воинов. Ну и, конечно же, одна из главных новостей. В рамках Star Wars Show в Ютубе появилось 30-минутное видео с разбором секретов и деталей восьмого эпизода от создателей. Ну, спасибо вам, Дисней, за то, что отбираете у меня хлеб. Да нет, на самом деле в ролике были показаны не все детали, так что я все еще жду блю-рей-версию этого фильма, чтобы выпустить эпизод секретов и деталей. Но все же кое-что там показали. Например, раскрылась тайна компаса Люка, которую мы видели в игре Battlefront 2. Этот компас был в его хижине. Но вот на самом деле никакой тайны вокруг этого компаса и не было. Это всего лишь пасхалка ради пасхалки. Ее создатели вставили просто по приколу, как и большинство камел и отсылок. Так что смысла раздувать СПГС из пасхалок нет. Ну, а вам я предлагаю дождаться моего разбора этого фильма на предмет поиска секретов и деталей. Как только фильм выйдет в качестве. Дальше о Звездных войнах. В сети появилась фотография тренирующегося Юэна Макгрегора. Ставь лайк, если ты тоже не называешь его Эваном. И я сразу же запостил этот кадр в наш телеграм со словами «Неужели Оби-Ван готовится к новой и своей личной истории Звездных войн?» Судя по его бороде и тренировкам, это очень и очень вероятно. Возможно, Юэн связан эмбарко и всяческими договорами о неразглашении. А может быть и сам показывает Диснею, что очень хочет сняться в сольнике с собой. Но официального подтверждения придется подождать. Но чувствую я, что история Оби-Вана будет чертовски крутой. Вообще, рост киновселенной «Звездные войны» вширь и такое вот ее разветвление спин-оффами, на мой взгляд, очень крутая идея. Потому что я обожаю киновселенные и обожаю смотреть на вещи под разными углами и замечать взаимосвязи. Кстати, о взаимосвязях. Я досмотрел четвертый сезон «Черного зеркала» и был чертовски впечатленный вселенной, в которой, кажется, можно проследить за технологическим прогрессом человечества. В общем, «Черное зеркало» — выбор Катакраба. Смотрите обязательно. Также в Лос-Анджелесе состоялась первая церемония награждения в этом году — «Золотой глобус-2018». С победителями в номинациях вы можете познакомиться в нашей группе ВКонтакте или в Телеграме. Ну а я лишь покажу вам лицо Хью Джекмана, который проиграл номинацию «Лучший актер комедии или мюзикла» Джеймсу Франко, который сыграл худшего из худших — Томми Вайсу. Ну и напоследок радостная новость. Совсем не из радостной темы харассмента. Сиделки Стэна Ли обвинили его в сексуальных домогательствах. По их словам, он расхаживал перед ними голым, щупал их и требовал, чтобы они потрогали его мьёльнир. В свои 95 Стэн не растерял свой порох в пороховнице, что не может не радовать, но вся эта скользкая тема домогательств уж очень неприятна. Также стало известно, что студия «20-й век Фокс» перенесла даты премьер своих грядущих проектов. «Гамбита» перенесли с 14 февраля 2019 года на 7 июня 2019 года. И, кстати, «Гамбит» потерял режиссера. Гор Вербинский покинул этот почетный пост. Почти на две недели вперёд перенесли премьеру второго Дэдпула на 18 мая 2018 года. Ну а новые «Мутанты» сдвинули почти на год. Вместо 13 апреля 2018 года фильм появится на экранах аж за день до моего 32-летия, 22 февраля 2019 года. Ну, спасибо за подарок, что ли. Пока что неизвестно, с чем связаны такие перетасовки, но, скорее всего, это дело рук Диснея. Ну и по этому поводу у нас в Телеграме опрос. Судя по таким вот движениям внутри подразделения кинокомиксов Диснея, которые теперь владеют правами на всех персонажей грядущих премьер 20-й век Фокс, кажется, что они уже начинают думать, как соединить киновселенные. Так вот, как вы думаете, в каком году мы увидим, как Мстители встретятся с Людьми Икс? Голосуйте в Телеграме по ссылке в описании. Ну что ж, это были все важные новости, о которых я хотел вам рассказать. За другими новостями заходите в нашу группу ВКонтакте или канал в Телеграме. И не забудьте поставить свой кота-краберский лайк, если вам понравился такой необычный эпизод. И не забудьте подписаться на мои соцсети. Чего уж там. Ну а я пошел точить свои ножницы, так что скоро увидимся. Cut the crap. Мы режем киноленты.